Следующий классический аргумент по защиту любых букв – это что иначе появятся амографы. Это небольшая проблема, но иногда могут быть какие-то комичные случаи, например, дуэт и дуэт можно перепутать. Об истории русского языка, изменениях в орфографии и алфавите можно рассказывать увлекательно и даже забавно. Такую задачу воплощает блогер, лингвист, популяризатор русского языка, лауреат премии, просветитель Digital Никита Сафронов, который ведет свой канал под псевдонимом «Микитка сын Алексеев». Молодой человек снимает ролики о славянских языках, об истории и культуре славянских стран. В Сарове лингвист выступил с лекцией «Из жизни букв». Что мне интересно сейчас рассказывать, то рассказываю на канале. Ну, конечно, делаю скидку на то, чтобы это людям хоть чуть-чуть было интересно. Но, с другой стороны, мне кажется, неправильный подход, когда блогер идет на поводу в аудитории и выпускает только то, что интересно. Я считаю, что то, что людям будет интересно, это можно навязать. То есть ты сам, допустим, хорошо рассказываешь что-то, рассказывай о чем угодно. Люди будут смотреть видео из-за тебя, а не из-за темы. Какая история у букв ЙО и Э? Какие были конкуренты у закрепившихся в азбуке новых букв? На встрече в библиотеке Пушкина Никита Сафронов рассказывал о феноменах и интересных фактах языка, об изменениях в русском алфавите. На лекции были и сотрудники библиотеки, и школьники, и все те, кто интересуется языкознанием. Некоторые гости были рады увидеть вживую блогера, которого смотрят всей семьей. Он потрясающий, я в таком восторге, что он приехал. Во-первых, мы его смотрим всей семьей, и он классный, такой интересный. Одни эти усы в разлет, это же потрясающе. Мне очень понравилось, было очень интересно и много юмора. Особенно понравилась концовка там. И вот эта буква, которая была похожа на рой или какие-то соты. Вообще непонятно. Очень понравилось, правда, интересно. И удивлен, что такая научная тематика, такой юмор плюс очень блог. Правда, удивительно. Слушатели могли задать спикеру интересующие вопросы. Также блогер провел лекцию и в духовно-научном центре для школьников. Никита Сафронов посетил Саров по специальному приглашению Саровской православной гимназии.